грибы тыква яблоки и свекла порей и морковь все эти ингредиенты для того чтобы приготовить больше все вот тыкву все это я буду резать а готовить будет моя мама ольга ушакова вот порезала грибы потом натру яблоки вот порей порезала на терке натерла морковь вот еще один порей вот тыкву порезала на терке натерла свеклу вот все есть сегодня у нас такое по хронологии нашей кулинарии основополагающий денек сегодня мы подходим к тому меню которое будет уже нами притворяться в жизни зимой ну еще сейчас элементами осени так называемый борщок супер борщок который требует больших заготовок мы давно ждали этого времени а теперь мы все заранее приготовили вот к этому борщу порей вот он пари и он это много потому что это такое лук который дает большое количество витаминов и сил вместо картошки великолепная тыква ну конечно морковочка свекла далее яблочко вот это яблочко мелкопорезанное и немножко грибков ну таких вот самых таких ядрененьких последних с морских дуну вакарбула вот это прелесть сейчас будет запущена в кастрюльку в кастрюльку а вот это наши кастрюльки одна кастрюлька большая туда в накаленную заливается оливковое масло стакан сейчас покажу как его я залью а вот вторая в ней нагревается вода когда все овощи будут тушены уже потушены как следует основательно тогда заливается вода горячая и уже дело идет как говорится к финалу а вот это пренности здесь лавровый лист перец горошком душистый перец орегано тимьян вот это самая экзотичная пряность это копченая паприка такая прелесть а здесь немножко конечно яблочного уксуса и вот мы любим под этот наш борщок смотреть шарадус одре хэбрус прелесть так идем 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 к нашей кастрюльки вот она наша кастрюлька вот она дорогу синькая вот туда наливаем прямо ну да это будет стаканчик а может и побольше сейчас посмотрю чуть-чуть еще потому что много овощей надо будет чуть-чуть побольше сейчас побольше нальем так 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 вот раскаленное будет масло так и как говорится звоночек и пошло действо волшебство так сейчас сейчас в это раскаленное масло вначале кладется парень и его мы сейчас положим вот он голубчик у нас так 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 вот он парень кладем парень кладем парень кладем парень а вот вот тут вот так косненько рассчитана на 5 литров но мы видим конечно так не сразу дня наверно два так основательно потому что нам нужно как следует питаться для жизни так так для работы сейчас закрываем крышкой будем солить будем солить а мешать будем мешать только только будем мешать вот этой вот это лопаточкой вот этой лопаточкой деревянный и деревянной ложкой самое главное чтобы они не металлические ложки мы будем мешать так а теперь вот эту кастрюльку мы уберем она уже у нас готова водичка наша и сейчас будем мешать наш парей так 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 вы сейчас его посолим посолим этот паре сейчас посолим паре посолим парей парей посолим помешаем вот двумя двумя лопаточкой и ложкой и вот он должен у нас хорошо тушится хорошо хорошо тушится вот он уже осел внешний хорош корей хорош соль у нас есть гималайская розовая самая полезная ну что когда-нибудь надо уже подойти будет а тут наш фильм идет наш обожаемый фильм шарада вот так веселая жизнь ну что ж как хорошо так и хорошо так мы пошли ну что сейчас наверное нам надо морковочку вот берем морковочку и вот морковочку запускаем морковочку запускаем морковочку запускаем запускаем морковочку так теперь мы солим солим эту морковочку солим солим морковочку где наша крышкой пока крышкой положим поставим крышечку и сейчас мы возьмем наши дорогие пряности а вот к морковочки мы должны запустить будем тимьян и орегано так 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 вот они дорогие наши запускаем все пряности запускаем так теперь кладем положили порей морковочку специи теперь кладем вот эту ташу тук сейчас 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 эту теку положили так мы ее посолили хорошо и вот и вот двумя пирожечкой и лопаточкой и лопаточкой все очень хорошо должны перемешать сейчас продолжаем мешать 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 вот так вот так такое вот волшебное действие да кухня же это всегда волшебство а что же еще нужно творить волшебные блюда и тогда жизнь окрасится особым цветом и особым чувством ощущениями если кухня это волшебство так оно и должно быть как в детских сказках как в детских сказках вот так мы ее перемешали вот они мы ее перемешали нашу тыкву основательно это непросто ну зато нужно чтобы она хорошо хорошо здесь сейчас прихватилась она сейчас должна прихватиться так вот она прихватывается пока прихватывает тыква тыква необходимо приготовить вам обязательно по особому по особому стилю и по особому способу нашу свеклу она должна готовиться обязательно отдельно и тушиться отдельно сейчас вот возьмем цвету для этого для этого вот на эту сковородочку на эту сковородочку немножечко масло немножечко масло вот так немножечко масло положили масло будем ее тушить она обязательно должна тушиться отдельно только не вместе со всеми овощами а сейчас здесь дальше пускай тушится наша 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 тыква так вот она тушится без напряжения что назвать а здесь а здесь свекла ну что надо будет свеклу наверное так вот костякверки вот вот а за окном красота осень осенний борщок это хорошо осенний борщок чтобы с яка была вкусная борщи надо ну вот так ну вот две ложечки столовая уксуса яблочной уксус налить ну конечно соли и тогда она будет как раз годится для готовки борща вот дальше мы ее тушим она должна самостоятельно себя как вот так вот так она у нас работает так это у нас а сейчас самое время нам грибочки запустить вот эти грибочки мы сейчас запустим их немного но они сейчас утушатся они сейчас совершенно очень хорошо утушится грибочки вот мы сейчас посолим грибочки всех хвостового берега с этих дюйм и как раз лопаточкой и пошли мешать очень хорошо будем сейчас мешать наши грибочки и все это мы тушим еще даже не запустили в воду воду мы запустим тогда у нас уже будет готова свекла вот так мы сейчас хорошо ох как она все творит такие дела творятся ох как она все мощно так 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 вот так перевернем а именно дерево тогда особенный вкус овощи во время готовки на растительном масле они тогда не окисляются а у них такой мягкий такой благородный вкус ну поехали поехали как говорится поехали и поехали а сейчас можем даже фильм посмотреть что у нас там вот так мы и смотрим обычно то наше окно наше овощи уже почти так сказать но дошли до такого степени готовности когда уже можно будет сначала только яблочко когда уже можно будет запускать и свеклу почти готова а вот это яблочко мы его тоже посолим тоже посолим но мы должны тщательно перемешать работенка непростая она требует большого чертения много времени и страсти и любви в кулинаре вот как рассказывала моя мама ее бабушка так говорила что если в нашем роду ее правнучка то есть это яблочко будет кулинаркой то нашему роду кулинаров уже будет 200 лет это такая вот страсть она себя покупает если человек так погружается в эту тему ему особо не надо будет бегать по врачам и самое главное покупать лекарство вот так вот вот оно все родиленькое пошло поехало аромат великолепнейший ну что наверное все таки решусь и и запущу сразу шаре запустимся решимся на такой шаг так это все кажется что много это все уваривается утушивается такой густой появился получается ворщок он вегетарианский но по питательности он не уступает никаким борщам которые на местных бурлонов вот он какой души пожалуйста посмотрите дорогие товарищи дамы и господа что может быть на кухне производится такое действие самое главное такая мощная осенняя душевность вот сейчас оно все так и будет тушиться подождет пока наша подождет пока наша подождет пока наша тут и свои права так 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 вот так аромат уже не только по кухне но и по всей квартире аромат серьезный густой грозит выйти даже за пределы квартиры может быть даже коридор нашего подъезда бывают такие случаи и тогда это воспринимается соседями как диверсия сегодняшней жизни потому что сегодня же принято особо то не заморачивается готовкой в основном только так кулинария чипсы и поехала но зато сколько потом хождений по врачам и по разным аптекам так вот сейчас закрываем крышечкой идем крышечку ну-ка посмотрим что у нас с нашей свеклой ага свекла кажется ох ты боже такие мощные звуки а свекла кажется уже тоже на на подъеме ну вот 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 а почему бы дало ее не запустить а мы ее сейчас не запустим так где наша хваталочка так вот крышкой тут нормально а вот у нее сейчас это свеклу а вот мы ее сейчас запустим вот она сейчас у нас родименькая вот она у нас потушилась с яблочным уксусом да оливковой маслице с солькой а это еще не все но вот сейчас к этому всему а сейчас к этому всему а вот сейчас к этому всему мы добавим вот эту ловушку обязательно душистый перец крупненький и такой обыкновенный а для чего а для того что борщок то свое дело знает он уже готовится и ему необходима нашему борщу горяченькая водичка опа папа 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 ох ты поехала пошло вот так вот так горяченькая водичка горяченькая водичка водичка горяченькая вот вот такая вещь ахаха Но это еще не все, когда оно уже пойдет и будет свариться. Вот тогда-то мы заранее сейчас покажу, как сделать надо томатик. Это самая фишка. Будет борщка. Ну что, родименьки, ты нас не подведешь? Ни в коем случае. Мы никогда такой борщок нас не подведет. Он работает от всей души. Вот так пошел, 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 дорогой мой. Ну что, поехали? Сейчас покажу, как мы должны приготовить томат. А томат просто так, это томатная паста, просто так томат никогда... Никогда томат, это просто так, никогда, этот томат никогда не кладется вот так вот, прямо из баночки. И вот это обязательно... Этот томат надо обязательно... Обязательно мы сейчас его прокалим на нашей сковороде. Так, вот сейчас она у нас прокалится. Так, так, так... Так, она сейчас должна у нас прокалиться. Так, сейчас взяли. Ну вот, вторая баночка сейчас пойдет, да. Это будет немного... Ну, вот так она пойдет. Вот она хорошая. Вот столько томатика, больше нам и не надо. Так, мы сейчас этому томатику добавим. Томатику, которая там хорошо себя чувствует на сковороде, а мы добавим, ну, вот так вот сахарку, эко-сахарку нерафинированную. Тоже не помешает для нашего борща. Оно падет. Так, это хороший сахар. Он нерафинированный. Тростниковый. Так, и... Посолим, конечно, томатик, наш дорогой. Так, посолим. Он уже начнет сейчас работать. Это еще не все. Еще не все. А вот к этому томатику. А вот это вот. Вот это вот копченая паприка. Самая деликатесная. Это деликатесная специя, которая делает блюдо настолько ароматным. Прям дух захватывает. Так, так, так. Вот. Вот этот томатчик. Он сейчас здесь покалится. Он покалится, покалится. И когда уже наш борщок будет готов, сразу его нельзя запускать. А вот когда борщок будет готов, практически, вот тогда мы и запустим этот наш томатик. Так. Вот у нас уже все. Он уже готов. В общем, все. Ему сейчас необходимо вот это томатная паста. Великолепная томатная паста. С копченой паприкой. Солью, сахарком. И вот сейчас это мы делаем. Заложим вот эту томатную пасту. Так, так, так. Уже все пойдет. Чтобы провалился он уже еще немножечко томатной пасты. Так. Так, так, так. Так. Ну, еще немножко добавим водички, чтобы, как говорится, уже косула имела полный, так сказать, наборчик. Опаньки. Вот так. Так, добавим водички. Так, ну, теперь надо помешать все-таки сейчас. Не будем сейчас мешать? Да. Могу сказать, что это это не борщ. Нет. Это гимн во славу борща. И ничего нет ценнее и символичнее, чем семейный борщ. По-особому у каждой семьи должны свои быть тонкости. Ничего нет ценнее. за столом, кухонным. Или где еще ничего не ценнее и прекраснее. И нет никакой силы. Ни одно блюдо не обладает никакой такой силы и в косовой гаммы и такой радости, как вот этот борщ сейчас сделаем. Так, он будет закипать. Еть его сразу, конечно, нельзя. Необходимо, чтобы он настоялся несколько часов. Вот эту прелесть мы сейчас отнесем на балкон. Ну и на балконе он будет ждать ну, несколько часов он будет стоять. Хотя бы часа 4-5 это обязательно. А вообще-то такие вот борщевики специалисты говорят самое вкуснятина это борщ на следующий день. Ну, конечно, охлажденная, потом разогретая. вот такая жизнь, если есть борщ, то эта жизнь имеет великий смысл. Величайший во всех отношениях. А теперь, а вот вернемся к нашему фильму. Мы все время смотрели. Этот фильм вот она Одри Хербер в фильме Шарада. Ну, это же все. Ах ты. Кажется, кажется. Вот, 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 это она садится. Вот так мы смотрим, да. Когда мы готовим, мы всегда смотрим какой-то фильм. Который мы знаем давно. Но он нам служит фоном. Что вы за мной ведете? Это похоже на парад. Своим таким, своей тональностью. Не знаю, то есть, а вот эта спина, это роскошного актера из Супер Бэда. В киномире Голливуда это Кэрри Грант. Пары Одри Хэппен. Вот, вот, ну, 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 что может быть прекраснее этой пары Одри Хэппен и Кэрри Грант. Ах ты. Ну, в конце, конечно, все кончается хорошо. И они идут, как уже супружеская пара. Всего хорошего. До следующего рецепта. Продолжение следует... Продолжение следует...